Итак, дорогие друзья, приветствую на моем канале. Сегодня мы очень коротко поговорим про такую видеокарту, как NVIDIA RTX 3050, 8 гиговая, 128 бит. Почему я решил сделать это видео? Да потому что уже анонсировано и буквально на днях выйдет карточка 6 гиговая, 96 битная, еще более урезанная. Хотя вопрос, нужна ли она в 2024 году, если даже это базовая версия, ну не сказать, что очень интересно, учитывая ее цену, ее позиционирование. Карточка вышла в 2022 году и даже по меркам 2022-2023 года далеко не все игрушки, она тянет на хороших настройках. Несколько пунктов на слайде, как вы видите, можете наблюдать, я написал. Невысокая производительность. Даже игры, повторюсь, 2022-2023 года. Это у нас Шост Вар Токио, Фар Крайс 6, там Реквием и Плач, что-то вот такая тема там была, с крысами бороться, стелс экшен. Там у нас какой-нибудь Assassin's Creed, там какой-нибудь Need for Speed, там какие-то игрушки менее известные, сетевые проекты. И везде мы понимаем, что просто вот так включить просто высокие настройки, просто 60 FPS. Full HD, казалось бы, Full HD такое разрешение привычное для нас, понятное, уже распространенное, даже года так с 2012-2013, у меня в 2013 году уже Full HD монитор был. Обычно вот такая наша понятная самая вот такая конфигурация. Бюджетный, казалось бы, ПК, Full HD гейминг, это всё мы знаем, всё мы понимаем, и всё у нас это уже есть. Тут мы покупаем видеокарту, либо новый компьютер собираем, либо делаем апгрейд, включаем, и нам показывает, ну извините, там где-то 35, 40, 45, 45, в помещении у нас 60 FPS, вышли на улицу там 35, 40 FPS, это не дело вообще. Есть такая игрушка, как у нас портирована с PlayStation игрушка у нас, Last of Us. Так там тоже далеко не всё так гладко. И выделил я такой подпунктик, это как отсутствие перспектив. Опять же, вышла Starfield, вышла там ещё какая-то игрушка, Alan Wake 2, например. И мы смотрим, что это игрушки 23-го года, а у нас же 24-й, 25-й год ещё идёт. Повыходит куча много новых проектов, множество, великое множество разных проектов. И у нас оказывается, что у нас карточка 22-го года, её по факту даже на 3 года не хватило. Хотя сам производитель позиционировал, ну как устройство такого среднего уровня. Да, это такое начало среднего сегмента. Но зачем-то её выпускали, делали. В магазинах она до сих пор продаётся. Ну, например, 24-й год, начало, вы идёте покупать в начале 24-го года, вставляете её. Одна игрушка вышла, низкие настройки. Вторая игрушка вышла, низкие настройки. И потом какой-то проект такой, не самый там, можно сказать, ААА такой какой-то, околобюджетный. Да, нормально там поиграли. На высоких настройках вышел какой-нибудь блокбастер. Опять низкие настройки. И вот ещё подпунктик фактической бесполезности RTX в самых бюджетных картах. 3050, да, она как бы бюджетная. Но я помню, когда там в году 19-м, 20-м, все кричали про RTX. Я тоже хотел себе RTX, посмотрел на 2060. И тоже люди брали 2060, включали TRTX. У них производительность полтора-два раза падала даже в таких, ну, казалось бы, обычных, привычных проектах. Просто вот массовый такой гейминг, тоже какой-нибудь Watch Dogs Legion, тоже какой-нибудь там Far Cry, условно Need for Speed. Вот такие просто игры, не какие-то там запредельные, а просто стандартные игры, которые выходят каждые 2-3 года. Без RTX работает, RTX включили производительность, просила. Control была такая игрушечка, не особо мне понравилась. Но там эта RTX очень сильно убивала производительность, да, она давала какие-то визуальные красоты. Но даже такие карточки, как 2060, они не справлялись. 3060, чуть-чуть лучше. Но 3050, это такой, можно сказать, шаг назад. Потому эта бесполезность RTX, она очевидна. DLSS, технология, которая помогает увеличить количество кадров, там, некоторыми ухищрениями, урезаниями настроек, можно выдавить 60 кадров. Многие уже начали, наверное, с ума пытаться спорить, что вот DLSS, это классная технология, да, это классная технология, она работает. Но не все игрушки DLSS поддерживают хорошо. В некоторых игрушках DLSS, FSR, вы можете просто включать эти настройки. И действительно, качество графики остается практически то же самое, а производительность легко, там, в полтора раза повышается. В некоторых же играх включение DLSS сильно режет картинку. Прирост кадров незначительный, очень сильно зависит от самой игры. Есть проекты, там, трех-четырех-пятилетней давности, которые DLSS в силу каких-то причин не поддерживает. Соответственно, сырая такая производительность, можно сказать, этой карты, вычислительная мощность ее реальная, такая техническая, физическая, она не настолько высокая по сравнению с каким-то прошлыми поколениями, или даже более дешевыми карточками. Какой-нибудь GTX 1660 Super по производительности, плюс-минус такая же карточка, восстановленная, где-нибудь на вторичке, стоит дешево. Да, у нее нету DLSS, у нее нету RTX, но в некоторых старых проектах или сетевых проектах все равно это не самый лучший выбор DLSS. Он все-таки больше для таких сюжетных, однопользовательских игр. Все-таки есть там некоторые свои нюансы. Это программная технология, которая оптимизирует, где-то что-то вырезает, отключает, но это компромисс всегда. Соответственно, у нас этот пункт, первый пункт, он все указывает нам на то, что карточку вы купить-то можете. Можете купить в БУ новую, восстановленную, но вы не получите какого-то существенного прироста производителя. Если у вас была какая-нибудь 1070-1080, ну, может быть, кое-где, кое-как за счет DLSS. Если вы хотите увидеть такую реальную вычислительную мощность без всяких компромиссов, тогда 3050 вам, скорее всего, не подходит. Если у вас очень старый компьютер, и вы хотите купить 3050, там нужно смотреть, какой у вас процессор. Возможно, у вас уже мощность давным-давно упирается в процессор, как называемый такой батл-некинг, бутылочное горлышко, когда просто процессор не может выдавать достаточное количество кадров, не может работать с этими текстурами, не может адекватно все эти локации прорисовать и не может видеокарту даже на 60-70% пригрузить. Поэтому, если у вас компьютер в лет 10, вам никакой RTX уже не поможет, к сожалению. И вот у нас второй пункт, это высокое энергопотребление. Дополнительное питание, 8 пин, я также озвучу сразу. Высокое энергопотребление, карточка заширет 130 ватт. Это достаточно много для 128-битной карточки. Раньше карточки, даже 192-битные, довольствовали 6-пиновым питанием. Некоторые карточки, вот такие, например, как 1050, 1650, были версии даже без дополнительного питания. Просто бюджетные карточки без дополнительного питания. 8 пин, это сразу требование к блоку питания. Минимум 500 ватт и не самый дешевый и желательный сертификат, хотя бы там бронзовый, 80-клюз, бронзовая 80-ка. Потому что какой-нибудь старинный, повторюсь, блок питания 10 лет недавно, если вы там кастылями этот 8 пин туда прикрутите, он долго не проживет, могут быть перезагрузки. Карточка реально на пике по 130 ватт живет. Это очень много. Это не намного меньше, чем некоторые там топовые, предтоповые какие-то решения прошлых лет. Хотя здесь идет уменьшение техпроцесса, с этими мегагерцами, нанометрией, казалось бы, более... Современное железо, оно должно быть более энергоэффективное. Но с этой карточкой совершенно все не так. Я помню, еще была карточка 960, 1055, там хватало шестепинного питания, и на момент своего выхода те карточки тянули хотя бы игры того поколения на каких-то приемлемых настройках и довольствовались шестепинным питанием и стоили недорого. Таким образом, мы третий пункт уже начинаем так же озвучивать. И вот, можно сказать, цена 250 долларов, она в какой-то мере за эту карточку неадекватная. Будет, конечно, RTX 3050, 6-гиговая, урезанная, народная, 96 бит, но она будет еще более медленно, как процентов на 30. Она будет стоить где-то 170 долларов. Но 170 долларов, извините, это тоже не маленькая сумма. Вы на выходе получаете качество графики хуже, чем на Xbox, и хуже, чем на PlayStation 5. Слишком идет какое-то большое урезание. Тем более PlayStation 5, она может наоборот генерировать 4К. А здесь мы включаем DLSS, тем самым сбрасывая качество графики, HD или там какого-нибудь 720p, 800p, там 1440 на 900, 900p. Соответственно, мы уходим от Full HD в меньшую сторону, а при этом платим еще какие-то деньги. Вот я думаю, адекватно, если производители или продавцы этих карточек смотрят. Я думаю, цена на новую карточку, ну, баксов так 170-180, для каких-то онлайн-проектов или хитов в прошлый период. Потому что выйдет еще 2-3 таких мощных блокбастера, типа какой-нибудь Stalker 2, GTA 6, там, я не знаю, еще какие-то игрушки. Новый какой-нибудь подкрай, там новый Need for Speed, новые там Call of Duty, они просто уничтожат эту карточку. Новый Battlefield, это просто будет, можно сказать, игра в очко. Вы покупаете карточку за 250 долларов и играете в 30 FPS на низких настройках. Но это маразм, никогда такого не было. Если вы брали карточку за 250 долларов, да вы практически на 5 лет могли взять такое, ну, среднерыночное, средневзвешенное решение, которое обеспечивал вам нормальный производитель. Здесь карточка по факту 2 года на рынке не продержалась, но все показалось в свои слабые стороны. Какие есть альтернативы, многие уже понимают, это RX 160-50, а либо докинуть 100 долларов и взять RTX 40-60, потому что 30-50 это, ну, реально полный флам. И владельцы, конечно, могут обидеться, могут возразить, написать вот все гневные комментарии. Но я думал, вот я пойду в магазин, пойду, куплю ее там, себе какую-то сборочку на разе не сделаю, но я понимаю, что я буду играть практически в те же игры, в которые я играю сейчас. Да, где-то чуть лучше настройки, где-то чуть больше FPS, да, есть DLSS. Я пройду какие-то новинки, те, которые я не проходил в 22-23 году, условные новинки, естественно. Но, например, в игры 19-20 года можно играть даже на много более слабом железе. Карточки 25-го, а игрушки 25-го года, повторюсь, уничтожат эту видеокарту, и, соответственно, смысла нету, буду копить на 40-60. А вы, как всегда, свое мнение можете оставить в комментариях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok